Авторскую программу «Оборсюм понемногу» на 23-й канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачу Тагановской телевизионной сети 23-й канал. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. 4 ноября православная церковь отмечает праздник иконы Казанской Божьей Матери. О нем сегодня рассказывает православная страничка программы. В этот день народное ополчение, собранное Пожарским и Мининым в Нижнем Новгороде, освободило Москву от поляков. Этому предшествовал трехдневный пост и молебен пред Казанской иконой Божьей Матери. В честь нелегкой победы в Москве был возведен Казанский собор, а икону с тех пор неизменно носили в войсках пред боем, почитая за покровительницу русского оружия. Не исключение и годы Великой Отечественной войны, о чем до сих пор знают немногие. О святыне вспомнили в те дни, когда немец стоял под Москвой. Пред иконой начали служить молебен. Тогда, как и сейчас, она находилась в Богоявленском соборе Москвы. Никто не препятствовал верующим обнести Казанской и Ленинград накануне блокады. Там находился древний список с иконы. Для этого был совершен крестный ход. Затем Казанскую перевезли в Сталинград. Икона стояла средь наших войск на правом берегу Волги. Как известно, ни Москва, ни Сталинград, ни Ленинград врагу отданы не были. Что же касается города на Неве, словно сбылось предсказание, данное Петру I в XVII веке. Пока Казанская в городе и есть молящиеся в нем, врагу там не бывать. Может, что-то знал об этом Георгий Жуков, возивший всю войну в своем автомобиле образ Казанской. В этой странице истории власть придержащие предпочли забыть сразу же после войны. Но годы беспамятства не смогли отнять у россиян Казанскую. Помощью своей подтверждающей. По вере вашей, да будет вам. 4 ноября в России отмечается и государственный праздник, День народного единства. Я решил узнать, помнят ли об этом жители нашего города и провел экспресс-опрос. Скажите, пожалуйста, какой праздник отмечает в России 4 ноября? День независимости, что ли, или День единения, что-то такое. Но, насколько я знаю, раньше это был другой праздник и праздновался он другого числа. Это с недавних пор, по-моему, 4 числа мы начали праздновать. По-моему, День независимости называется. День народного единства, по-моему. День народного единства? День согласия и примирения. Правильно? День единства, что ли? Я не знаю. День независимости. День независимости. День независимости России. 4 ноября? Да. День рождения вот этого молодого человека. Ой, это здорово. А еще какой вот вся Россия. Еще? Ну, я думаю, что в этот день не только этот молодой человек родился. Я думаю, что в этот день родилось очень много замечательных людей, которые принесли вот в наш мир очень много хорошего, только своим рождением и появлением. Я понятия не имею. Я не знаю. А про Минина Пожарского что-нибудь слышал? Слышал. В начальной школе проходили. Ну, и что это за люди были? Чем они знамениты? Не помню уже. Не помню. День России. День, получается, отединения нашего, по-моему, вместе. 7 ноября теперь отменили наш праздник, получается, да? Теперь мы отмечаем 4-го. Ну, он теперь не коммунистический же праздник стал, а простой теперь. А скажем? Да-да. И не знаем даже, как правильно его и называть, потому что информации про него очень мало получается у людей, к сожалению. А вы не помните, с какими событиями в истории России он связан? Нет, на самом деле не уверен в данном вопросе, поэтому не стану отвечать, дабы не сказать чего-нибудь лишнего. Вот. Но не помню, если честно. Ну, если честно сказать, это я старшего поколения, мы этот праздник раньше не отмечали, я даже затрудняюсь. Там что-то такое, освобождение от поляков, что-то такое. Не могу сказать точно. Даже не точно, вообще не могу сказать. Не знаю. Честно, не знаю. Не интересовался. Нападение Польши еще. На Россию. Война с Польшей. Ну, связано с миненными пожарами. Не могу ответить. Не могу сказать. Это получается, я так помню, что, по-моему, с польскими рыцарями, что ли, было, когда они напали на Москву, по-моему, что-то вот с этим связано. Было, да? Ну, в принципе, да. Вроде. Вменины пожарские, да, объединения. Руси объединились все. С этим и связан, вроде, праздник сделаем. Ну, сейчас праздников так много стало. В нашей стране, к сожалению, что, по-моему, работать скоро никто не будет. Мы только будем праздники отмечать. А теперь, для участников экспресс-опросов всех зрителей программы о государственном празднике, связанном с праздником иконы Казанской Божьей Матери, рассказывает ведущий исторической страничке программы Сергей Чавенко. Мы с вами находимся в одном из старинных городских храмов, храме всех святых, построенном до революции богатыми таганровскими купцами-меценатами. Этот храм посещала еще супруга императора Александра I, умершего в Таганроге, чтобы вознести свои молитвы за упокой души своего мужа. В храме находится одна из лучших икон в городе – икона Казанской Божьей Матери. Ее история тесно связана с государственным праздником – Днем Народного Единства, который мы отмечаем 4 ноября. Именно эта икона вдохновляла патриотов Руси, князя Дмитрия Пожарского и посадского человека старосту Кузьму Минина на организацию ополчения по освобождению Москвы в 1612 году от польских интервентов. Как они там оказались? Оказались они, увы, благодаря смути, которая произошла в московском государстве. После смерти царевича Федора, последнего сына Ивана Грозного, царем был избран его родственник, брат жены Борис Годунов. Он был из рода крещенного татарского Мурзычета, то есть род был незнатный. И остальные бояре ему завидовали и интриговали против него. Они не придумали ничего лучшего, чтобы объявить, что последний сын Ивана Грозного, малолетний царевич Дмитрий, якобы не умер во младенчестве, а родственники имитировали его смерть и спасли его. В результате беглый монах Григорий Отрепьев, выдав себя за царевича Дмитрия, по подстрекательству бояр объявился в пределах России с польским войском и кучкой международных авантюристов. Именно магическая слава законного царя и открыла лжедимитрию ворота Москвы. И он ее с триумфом занял. Однако необходимость в самозванце у знатных бояр отпала. И они организовали заговор, и на сей раз уже убили этого самозванца. Дальше был избран боярский царь из их среды. Это вызвало новые интриги. На сей раз возмутилось дворянство, которое стало подстрекать к действиям против вот этого боярского непопулярного царя Василия Шуйского уже казачество и городские и крестьянские низы. В итоге завязалась гражданская война. В ходе этой гражданской войны страна разделилась на два лагеря. Это крестьянско-казацкие ополчения во главе с некоторыми дворянами, мечтавшими прорваться во власть, и поддерживающих боярского царя. Взаимоистребительная гражданская война привела к потере всякой власти. На сей раз был смещен и боярский царь Василий Шуйский. И тогда всем наиболее знатных бояр решили для того, чтобы стабилизировать ситуацию, призвать польских интервентов в Кремль, пустить туда польский гарнизон и таким образом навести порядок. А на престол Руси избрать польского королевича Владислава, потому что они боялись больше собственного народа, чем иностранных интервентов. В итоге государство распалось, никакого успокоения не было. Продолжали враждовать между собой крестьянско-казачьи ополчения и ополчения дворянские. Страна гибла. И вот в этот момент у наших предков, к счастью, хватило ума и мудрости перед гибелью и распадом государства, перед такой огромнейшей угрозой забыть кровавые распри и объединиться под знаменами князя-патриота Дмитрия Пожарского и главы Нижегородского самоуправления Кузьмы Минина, посадского человека. И вот именно это народное понимание того, что дальше так нельзя, что нужно забыть все ради спасения страны, своего Отечества, ради спасения Родины Матери и привело к объединению. И ради страны они примирились и освободили Москву, древнюю нашу столицу и Кремль от иностранных интервентов. И помогала им в этом, вдохновляла их на подвиг икона Казанской Божьей Матери, которая издавна является покровителем российского воинства. К сожалению, в начале 20 века мы не усвоили уроки истории. Мудрость предков оказалась недоступной нашим гражданам, жившим в 1917 году. И в той более поздней гражданской войне, которую символизирует праздник 7 ноября, у нас одна часть народа все-таки во имя великих или невеликих целей, это предмет исторической дискуссии, истребила другую часть. У истории нужно учиться. И надеюсь, что этот исторический урок, урок единения перед лицом грозной опасности всех общенациональных сил, мы в новых современных условиях усвоим лучше и всегда будем им руководствоваться впредь. Основным видом профилактики гриппа является прививка, утверждает ваш домашний доктор, врач-пульмонолог Светлана Теплинская. Здравствуйте! С наступлением осени возникает риск заболеть простудными заболеваниями, то есть ОРВИ, острым бронхитом и воспалением легких. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать профилактические меры предосторожности, это одеваться сезонно, по погоде и принимать витаминные комплексы. Основным методом профилактики являются прививки против гриппа. Прививка помогает или не заболеть, или легче перенести ОРВИ и грипп. Поэтому всем нашим жителям города рекомендую делать прививки от гриппа. Хочу предупредить, что существуют и противопоказания против прививок. Это если перенесли острое заболевание в течение 5-6 дней или обострение хронического заболевания. Тогда прививку нужно делать только через 21 день после окончательного выздоровления. Если вы все-таки заболели гриппом, то я рекомендую первые 3-5 дней находиться дома, вызвать врача, принимать препараты от высокой температуры, их сейчас в аптеке большое изобилие, обильное теплое питье и обязательно противовирусные препараты. Дальше. Если не проходит у вас явление интоксикации, если у вас появился кашель, если у вас появилась потливость, если у вас появилась немотивированная слабость, то рекомендованно делать рентгенограмму легких и обязательно начинать принимать антибиотики. Хочу предупредить вас, что только доктор имеет право назначить препарат, дозировку лекарства и количество дней приема. В противном случае вы можете себе навредить. Также нужно сказать, что у нас в городе многие страдают полинозом. Это в общем аллергический бронхит. И поэтому лечение бронхитов и пневмоний у этих больных отличается от лечения обычных бронхитов. И я рекомендую людей, страдающих полинозом, аллергическими бронхитами, получать лечение у пульмонологов и аллергологов. Завершая сегодняшний наш разговор, желаю всем крепкого здоровья и в этом году не болеть простудными и вирусными заболеваниями. Всего хорошего! Администрация муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр» напоминает, что бесплатный прием пациентов, специалистами центра и все виды обследования, проводимые бесплатно, осуществляются при наличии полиса обязательного медицинского страхования и направления от вашего лечебного учреждения. Записи вопроса по телефону 603333 и 600972 или при личном обращении в регистратуру. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня один из своих рецептов вам предлагает Константин Тресуха. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим куриное филе в сливочном соусе. Для его приготовления нам потребуется куриное филе, шампиньоны свежие, репчатый лук, нарезанный соломкой, орехи кешью, растительное масло для жарки, сливки, бульон и зелень для декора. Готовить мы будем на специальной сковороде, которая называется ВОК. Это тонкостенная сковорода. В домашних условиях можно готовить просто на любой тонкостенной сковороде, используя максимальный нагрев. Наливаю на сковороду растительное масло и кладем куриное филе. Сразу же кладем туда шампиньоны. Репчатый лук. Все ингредиенты нужно быстро обжарить при интенсивном помешивании. И в конце жарки добавляем орехи кешью. Теперь добавляем бульон и сливки. Заменьшаем нагрев. Теперь наша задача, чтобы влага испарилась и соус загустел. В процессе добавляем соль и черный перец. И не забываем перемешивать. Соус загустел до необходимой консистенции. Выкладываем на тарелку. Осталось только добавить немного декора. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Сегодня вместе со спортивным комплексом «Адмирал» мы начинаем новую страничку. С вами инструктор по аква-аэробике Анна Добиткова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закаляйся! Остань! Хотите быть сильными? Плавайте! Хотите быть здоровыми? Плавайте! Хотите быть стройными и красивыми? И снова плавайте! Но если километровые заплывы не для вас, мы покажем вам простые упражнения в воде, которые может выполнить каждый. Начнем с самого простого. Шаг в воде. Поехали! Дыхание. Выдох на усилие. Выдох. Вдох. Отлично! Добавим попеременный шаг в сторону вместе. В сторону вместе. Ваши руки как лопатки. Отлично! Усильте амплитуду движения. И вы повысите свою нагрузку. Упражнение номер два. Лыжный ход. Повторяйте за мной. Представьте, что вы на лыжне. Добавьте руки. Ладонь поворачивается по ходу сопротивления в воде. Колено прямое, но мягкое. Глубокий вдох, выдох. Выдох всегда на усилие. Помните об этом. Усильте это упражнение за счет амплитуды. Шаг может быть длинным. И коротким. Длинный шаг. И коротким. Вы чувствуете, как вода массирует ваше тело? Отлично! Следующее упражнение прыжки в сторону. Повторяйте за мной. Повторяйте за мной. Колено прямое, но мягкое. Широкий шаг в сторону. Движение выталкивающее. Добавляем руки. Хоп! Еще. Глубокий вдох, выдох. Отлично! Движение выталкивающее. Руки переходят в баланс. Пустите амплитуду. В стороны. Вместе. Врозь. Отлично! Чередуйте выполнение этого упражнения и вы усилите вашу нагрузку. Следующее упражнение. Следующее упражнение – крестное касание стопы. Ноги на ширине плеч. Плечи расправлены. Спина прямая, лопатки к позвоночнику. Крестное касание ладонь стопа. Колено уходит в сторону. Вдох, выдох. Вы чувствуете, как напрягся ваш плед. Увеличьте темп. И вы увеличите нагрузку этого упражнения. Отлично! Занимаясь, вы почувствуете, что простые упражнения, которые легко даются нам на суше, гораздо сложнее выполнять в воде. В следующем выпуске нашей программы я пополню ваш арсенал новыми упражнениями. Успехов вам! До встречи! Спортивный комплекс «Адмирал» появился на карте Таганрога три года назад. Сегодня к услугам таганрогцев и гостей города 25-метровый бассейн, только что открытый после завершения работ по реконструкции. Здесь, под руководством лицензированного инструктора, вы можете заниматься аква-аэробикой. Опытные тренеры обучают детей плаванию. А каждый желающий может вдоволь насладиться чистой и теплой водой бассейна, плавая самостоятельно. Регулярные тренировки в зале, оснащенном различного вида тренажерами, помогут вам иметь прекрасную фигуру и всегда быть в отличной форме. В современном фитнес-зале можно не только тренироваться с использованием различного реквизита, но и с помощью танца «Зумба» тебя здоровыми и красивыми. Совсем скоро после реконструкции откроется зал для мини-футбола. Спортивный комплекс «Адмирал» находится по адресу улица Адмирала Крюса, 15, район Аквапарка. Справки по телефону 38 34 81. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая зарисовка. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше поражительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»